Здравствуйте, дорогие учащиеся! Сегодняшняя наша тема – общая характеристика Органской области. Курс «Экономическая и социальная география Кыргызстана за 9 класс». Материал подготовила я, учитель географии Умарбаева Наскуль-Ансамьевна. Прежде всего, я всем хочу сказать, добро пожаловать в Органскую область. Визитной карточкой этой области что именно является? Прежде всего, это гора Суфлаймонто в центре города Орж. Пик Ленина на юге Оржской области на высоте 7134 метров на Залайском хребте. Здесь развит один из видов туризма – альпинизм. В городе Узген расположен минарет узгенский, построенный еще в XII веке. Еще на территории этой области расположены такие заповедники, как Карашура, Куланатинский, Каргазатинские заповедники. Гору Тош, являясь центром этой области, имеет много памятников, построенных в честь наших паотеров и выдающихся личностей. Это памятник Манаса, Аламбек Татки, Курманжан Татки, Парспик Кагана и так далее. Так как эта область расположена на юге Кыргызстана, близко к субтропическому поясу здесь выращивают инжир. Кроме этого, визитной карточкой города Ош и Орской области еще считаются Ошские самсы и один из видов Манты, местные его называют Майдаманты. И в Узгенском районе выраживает узгенский рис. Этот рис отличается от других рисов своим цветом, калорийностью. В долинах Орской области выраживают арбузы. Особенно выделяются отезодорские арбузы и много видов текуи. Теперь переходим к плану темы. Первое. Мы обсудим экономико-географическое положение Орской области. В какой части Кыргызстана расположена эта область? С какими областями и государствами граничит? Мы это обсудим в первом пункте. Во втором пункте административное деление этой области. А какие районы делятся? Их центры, города, ПГТ и население. По численности населения какое место занимает? Численность, сколько составляет? Национальный состав и так далее. В третьем пункте мы просмотрим материал про природные ресурсы области. Какими полезными ископаемыми богата недра этой области? И вот эти природные ресурсы как влияют на развитие хозяйства и транспорта в Орской области? И в конце – достопримечательности области и вопросы задания. Первое – экономико-географическое положение Орской области. Орская область, больше говорилось, что расположена эта область на юге Кыргызстана, граничит на севере с Джалабадской областью, на северо-востоке с Нарынской областью, с юга-востоке с Китаем, с юга с Таджикстаном, с запада-Баткенской областью и с северо-запада Узбекстана. Еще раз повторяю. На севере – Джалабадской областью, с северо-востоке на Нарынской областью, с юга-востоке с Китаем, с юга Таджикстана, с запада-Баткенской области и с северо-запада с Узбекстаном. Область имеет площадь 20,2 тысяч километров в квадрате. Если заметили, Ожская область граничит с тремя областями республики и с тремя соседними государствами. Областной центр области считается город Ож. Теперь административное отделение Ожской области. В состав области входят 7 районов, 4 городов, 2 ПГТ, 79 Айлок-Мэттю и 469 сел. Теперь давайте посмотрим 7 районов, где они расположены, в какой части области. На самом севере расположен Ожгинский район. На северо-востоке это Кархов-Жизинский район, там где граничит с Башинским районом на Органской области. Так, южные районы, это Алайский район, граничит с Китаем, Чумалайский район, граничит с Таджикстаном. На западе Нолкатский район, граничит с Кадамжинским районом Башинской области. И на северо-западе это Араванский район и Харасуйский район, граничит с Узбекстаном. Значит, по очистанию можно найти, что самый крупный район в области – это Алайский, а самый маленький район – это Араванский. Так, дальше. Теперь уже рассмотрим центры районов. Алайский район – село Гульчо. Центром Араванского района является село Араван. Центром Харакулчинского района является село Харакулча. Центр Карасуйского района – это город Карасул. Центр Нолкатского района – это город Нолкат. Центр Узгенского района – город Узген. И центром Чумалайского района считается село Тарот Кургон. Теперь по отдельности города. Так, состоит из четырёх городов, самые крупные. Это город Ош, город Карасул, город Узген и город Нолкат. Город Ош, я уже говорила, что является центром Орской области, это город республиканского подчинения. В Кыргызстане имеется два города, это город Ош и город Мишкек, которые являются городами республиканского значения. В состав области не входят они. Так, город Ош по численности населения и по площади занимает второе место в Кыргызстане после Бишкека. Так, крупнейший город на юге Кыргызстана официально именуется как южная столица Кыргызстана. Город Ош расположен на берегу реки Ахбура на высоте 900-1100 метров над уровнем моря. Один из самых древних городов мира. Так, 18 декабря 2018 года город Ош объявлен культурной столицей Тюркского мира на 2019 год. Теперь город Карасу. Город Карасу является административным центром Карасулского района. Основой экономики этого района является Карасулский оптово-рыночный, розничный рынок, извините. Этот рынок обслуживает покупателей всего южного региона и ближайших областей Узбекистана и Тазиqстана. Кроме этого рынка, на территории Карасулского района и города Карасу имеются такие предприятия, как хлопчато-очистительный завод, маслоэкстракционный завод. Так как здесь выращивают хлопок и культурные, технические культуры, поэтому здесь и построены такие заводы. Комбинат хлебопродуктов, хлебсавод и завод по выпуску инструментов для ремонта автомобильных двигателей. Город Узбен – один из самых древних городов Центральной Азии, возник во II-I веках до н.э. как центр торговли на пути с Хирганской долины в Кашкар. Памятники города являются уникальным историко-культурным наследием, имеется минарет на рисунке высотой 44 метров, мечеть и медресе, а также мавзолей, в котором похоронены представители династии Караханедов. Вот на рисунке минарет. И город Нохат. Город Нохат является административным центром Нохатского района. Согласно историческим данным, на месте Нохата было когда-то озеро. Так, статус города Нохат получил в 2003 году. Этот город является городом районного подчинения, как и предыдущие, как Харасу и Узге. Слово Нохат имеет турецко-персидское значение, происхождение, и означает многослойный кустарник. Теперь переходим к поселкам городского типа. Так, на территории Оржской области имеется два ПГТ. Это ПГТ Сарыташ и ПГТ Найман. Сарыташ расположен на территории Алайского района на высоте 3150 метров. Население поселка Сарыташ составляет 1500 человек. Сарыташ лежит на перекрестке главных автомобильных дорог на Памире. С севера на юг через него проходит большой памирский тракт Ош-Харок. Мы знаем, что автомобильная дорога Ош-Харок является дорогой международного значения и связывает Кыргызстан с Таджикстаном. Так, теперь поселок городского типа Найман. Этот поселок расположен на территории Нокатского района, на берегу Найманского водохранилища, и население составляет 1754 человек. Теперь население Ошской области. По численности населения Ошская область в Кыргызстане занимает первое место. И численность составляет 1 368 100 человек. Так, и в области численность населения растет быстрыми темпами. Рост численности населения происходит в основном благодаря естественному приросту. В области размещение населения не одинаковое. Вот по карте видно. Большинство живут на территории, благоприятной для земледелия и промышленности. Особенно в предгорных равнинах Верганской долины. Вот это северная часть Орской области. Вот северная часть Орской области. Так, здесь плотность населения достигает 300-400 человек на 1 квадратный километр. Хотя средняя плотность Орской области составляет 42 человек на 1 квадратный километр. А в таких высокогорных долинах, как Алайская долина, это Чомалайский район, там плотность населения намного ниже, чем средняя плотность Орской области. Так, если сравнить среднюю плотность Орской области со средней плотностью Кыргызстана, то превышает на 10-12 человек на 1 квадратный километр. На территории Орской области издревле жили Кыргызы. Кыргызы здесь составляют 69%, другие нации, это узбеки преобладают, значит, 28%, у югоров, турки, татчики, курды, русские, татары, китайцы и другие нации, они вместе составляют 3%. Так, в области достаточно трудовых ресурсов, но в настоящее время увеличивается количество мигрантов. Теперь уже другой пункт, это природные ресурсы Орской области. Так, если посмотреть природу Орской области, то северная часть равненна, равненна, так, а южные, южные регионы Орской области – горный. Так, в основном горы, так, на северо-востоке, это Ферганский хребет и хребет Алайку, относятся к Тянщанской горной системе, а южная часть морской области, хребет этой территории, относится к Помиралайской горной системе. Самая высшая точка Орской области – это пик Ленина на Заолайском хребете на границе с Китаем, то есть с Тадикстаном, так, имеет высоту 7134 метров. А самая низкая уже на северной части, в северной части, Араванский район – 500 метров. На кругу моря. Так, теперь… Так, рельеф уже рассказали. Теперь климат. Климат континентальный, засушливый. Из-за того, что горы расположены горизонтально, воздушные массы, которые направляются с запада на нашу территорию, они без препятствий проходят между этими горами, и основная масса или большая часть осадков в основном выпадает на юго-западных склонах Великанского хребта. И поэтому здесь образуется такой засушливый климат. Основные большие реки морской области – это Карадарья. Так, сливаясь с рекой Нарен, составляют Ксырдарю на территорию Узбекстана. Карадарья, Тар, Ахбура – они относятся к бассейну реки Сырдаря. Они в основном питаются… питание рек – это снеговое и ледниковое. На Лайской долине расположена река Хазалсул. Эта река относится к Амударе, а Коксу относится к бассейну реки Тарим, которая расположена на территории Китая. Почва и ландшафт в Орской области подчиняются высотной поясности. Преобладают арчевые и еловые леса. Теперь полезные ископаемые. Когда мы проходили полезные ископаемые, мы разделили на три типа или вида. Это горючие полезные ископаемые, рудные и нерудные. Так, сначала давайте посмотрим на горючих. Это уголь, нефть, газ. Угольные месторождения в южной части Кыргызстана, или точнее в Орской области, так, расположены в основном в Узгене. Вот эта часть в Орской области называется Узгенский каменно-угольный бассейн. Самый крупный, самый крупный каменно-угольный бассейн Кыргызстана, расположен на территории Орской области. Кроме каменного угля, еще добывается бурый уголь вот на юге Орской области. На юге Орской области. Это уже на территории Алайского района. Значит, имеется месторождение угля. Так, во второй карте здесь показаны перспективные нефтегазоносные районы Кыргызстана. Перспективные. Это уже северная часть Орской области и южная часть Орской области. В будущем здесь будут добывать нефть и газа. Имеется месторождение. Так, теперь родные, полезные, ископаемые. Так, значит, смотрим территории Морской области. Здесь 12 – это Нички-Суй. Здесь добывается золото. Вот такие кружочки 31-32. Это Абшир и Сива-Ярды. Здесь добывают сюрьму. А в Чонгхое, вот это 34, между Козлыхоёй и Нокатским районом здесь добывают ртуть. Рудные, полезные, ископаемые тоже имеются. Теперь нерудные. Нерудные, полезные, ископаемые в основном добывают сементное сырье. Это известняки. Имеется месторождение, в основном на севере, близко к Романскому району. Вот так как здесь имеется сементное сырье, здесь работает завод, Арованский сементный завод. Значит, развитие промышленности, развитие хозяйства прямо зависит от количества, от месторождения полезных ископаемых. Кроме, в Чонгалайском районе добывают каменные и кормовые соли. Когда мы говорим про строительные материалы, значит, здесь нерудных, полезных, ископаемых много имеется. И вот поэтому комплекс строительных материалов в Орской области очень развит. Сверхозяйство и транспорт в Орской области. Промышленность. По этой карте и по легенде этой карты видно, какие отрасли в Орской области развиты. Здесь говорится тепловая электростанция. В городе Ож расположена крупная ТЭЦ, но занимает второе место. Самые крупные тепловые электростанции это Пешкейка расположены, а Ваше, значит, второе. Кроме этого, развита машностроительный комплекс. Значит, когда мы говорим о машностроительной промышленности, и туда входит и бытовая техника. В городе Ож вместе с другими странами, особенно китайскими предприятиями, вместе выпускают цветные телевизоры, холодильники и стиральные машины. Кроме них, в Орской области, а точнее в городе Ож, в советское время был завод, насосный завод, самый крупный в Центральной Азии. Но в данный момент тоже работает, но не в полном объеме. Очень развита легкая и пищевая промышленность. Это мукомольная, кондитерская. Ну, все виды легкой и пищевой промышленности очень развиты. Так, теперь дальше. Сельское хозяйство в Орской области. Здесь, на северной части Орской области, так как равнинная, благоприятная почва и климатические условия, здесь выращивают все виды, все отрасли сельского хозяйства. Это уже овощеводство, овощеводство, технические культуры. А на юге, где высококорный участок, там в основном кормовые и зерновые культуры выращивают. Так, это продукции земледелия, сухопруты. Теперь в отрасли животноводства. По карте видно, что по количеству крупного рогатого скота Орская область занимает первое место. А по количеству овсов, или по развитию овсеводства, занимает второе место после Диалабадской области. А по развитию пищеводства, занимает третье место после Чуйской и Диалабадской области. Третье место занимает Орская область. Кроме этих отраслей, другие отрасли тоже развиты. Это пчеловодство, это щелководство, которое относится только к южному региону Крыгызстана, это Диалабадская и Орская область. Так, и яководство. Яководством занимаются жители высокогорных районов, такие как Алай-Кул, там это Калакултинский район, Алайский район, и Тёмалайский район, и имеется и в Нокатском районе тоже. Теперь транспорт области. Транспорт, автомобильный, воздушный транспорт имеется, и некоторые ветви, вот железные дороги тоже, на территории области. Сеть развита довольно. В основном, это автомобильный транспорт. По территории области проходит самая уникальная так автодорога, дорога Бишкек-Ош. Бишкек-Ош автодорогой является дорогой международного значения. Значит, эта дорога связывает с другими странами, особенно с Китаем и с Таджикстаном. Так, и на севере с Узбекстаном тоже. Вот красная линия – это автодорога Бишкек-Ош. Так, в этой карте показывает уже альтернативную дорогу, которая связывает север-юг. Эта дорога проходит по областям Сукольская, Нарынская область и доходит до города Чалабад и дальше уже Вож. Значит, вот так проходит. Это уже строящаяся автодорога. Строится в данный момент. Так, Памирский тракт – самая красивая дорога. Считается самой красивой дорогой в Центральной Азии. Так, это перевал Талдык. Дальше уже дорога в Китай. И можно еще в Таджикстан. Так, вот дальше Памирский тракт. Вот так проходит. Это уже горы Памиралая. Вот это село Сарыдаш – это горы Памиралая. Так, теперь железнодорожный транспорт. Так, мы знаем, что в городе Ош и Харасу имеется железная дорога. Это продолжение железной дороги Узбекстана. Так, а здесь уже Красная Веселая. Это уже в будущем строящаяся железная дорога Китайская-Кургыск-Узбекская. Так, как эта дорога проходит? Так, города вот Харасу, через Уцген, через Ферганский хребет строят тоннель. Так, и вот на территории Нарына, через перевал Порогарт, уже дальше в Кашгар. Значит, это в будущем строится. Так, воздушный транспорт тоже развит. В городе Ош расположен один из трех международных аэропортов Кыргызстана. Здесь совершаются ежедневные рейсы в Бишкек и Баткен, еженедельные рейсы в Москву и Новосибирск, а также чартерные рейсы в Пекин, Дели, Пакистан, ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. Теперь к достопримечательности Орской области. Вначале мы немножко затронули вот эту тему. Так, гора Сулайман-То расположена в центре города Ош. Так, имеются там пещеры и есть музеи. На самой горе тоже внутри есть музей, и у подножия этой горы тоже имеется музей. Так, и на вершине есть дом Бабура, иначе называют Тахте Сулайман. Ну, это мечеть, однокамерная мечеть, камерная мечеть. Так, теперь еще есть памятники. Это уже выше говорилось. Дальше. Древний минорет Кузькини. Значит, построен этот минорет в XII веке. Рядом есть мавзолей, мечеть, медресе. Вот в мавзолее похоронены удающиеся личности караханидов. Вот, один из древнейших городов Центральной Азии. Так, Абшерсай, на границе с Козлакьей и Нокатским районом, так, в горной долине одноименной реки, стекающейся с северных отрогов Кичикалайского хребта. Расстояние от города Уш, да, в Шерсайе составляет 70 километров. Значит, это водопад, стекающий с горы, то есть из горы. Ходжок-Илен. Природный этнографический комплекс, пока еще малоизвестный тур оператора. Да, это Ходжок-Илен расположен на территории Узгенского района. Кроме Ходжок-Илена, на территории Узгенского района есть месторождение Карашура. Этот Карашура известен своими источниками, минеральными источниками. источниками ввода, хорошо, в основном используют для лечения. Так, и вопросы для вас. Первое. Какие места Орской области особенно вам понравились? Подумайте и ответьте. Второй вопрос. Визитной карточкой Орской области являются... Что именно является визитной карточкой Орской области? Третий вопрос. Наивысшей точкой области является какой пик? Этот пик занимает второе место в Кыргызстане после пика победы. Помирский тракт – это что? Помирский тракт – это что? Пятый вопрос. Какими полезными ископаемыми богата территория имеется в Орской области? И как это влияет на развитие хозяйства? И шестой вопрос. Перечислите достопримечательности Орской области. Подумайте, ответьте, записывайте. И спасибо за внимание всем. Всего самого доброго вам! Субтитры создавал DimaTorzok